Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы поговорили об иконографии праздника Успения. И, ну, в общем, не хочется прекращать разговор об иконе, тем более, что мы позиционируем нашу передачу как просветительскую передачу. Очень мало кто сейчас понимает смысл содержания вообще как таковой иконы, как феномена. Очень часто звучат примитивные и откровенно пугающие своим мракобесием вопросы, какая икона посильнее, и что превращает икону в выдал, то, с чем православные в далеком VII-VIII веке боролись и вырабатывали целую концепцию правильного отношения к иконе. Поэтому мы решили сегодня продолжить разговор об иконе, но не просто о том, как она, какой путь проделала исторический, а о ее соотношении с картиной. Почему на картины Рафаэля, на картины Васнецова смотреть хочется, может быть, даже останавливаться в музее перед ними хочется, а молиться не всегда получается, что принципиально отличного мы находим в двух этих типах изображения библейской истории? Поговорим с доцентом Самарской духовной семинарии Еленой Владимировной Деевой. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, отец Сергий. Добрый день, дорогие друзья. Елена Владимировна, чтобы с места в карьер, что называется, потому что тема такая обширная, и хочется ее, ну, так скажем, максимально, насколько это возможно, полновесно успеть рассмотреть. Вопрос такой. Чем все-таки принципиально отличается картина от иконы? Как религиозная живопись превращается в целом в живопись? Как она отделяется от иконографии? И что принципиально важного в себе она перестает содержать? Вот. Опять вопрос, батюшка, задаете на целый курс вообще лекций. Да, но если коротко, то когда вот вообще начинается разговор, я спрашиваю, а что вы, чем занимаетесь? Я говорю, я преподаю церковное искусство. А что это такое? Ну, вообще, когда мы говорим об искусстве, оно в христианском мире все было церковное с самого начала. Причем это было церковное искусство и в западной церкви, и в восточной церкви. Да, то есть все самое лучшее, человек мог потрудиться и послужить Богу таким способом тоже, да, и сейчас продолжает. То есть у нас не было понятия светского искусства вообще очень-очень долго. В западном мире до Ренессанса, а у нас фактически до 17 века, когда вот эти ренессансные волны, так скажем, докатились. И то, что в 18 веке происходит как уже такой вот абсолютно секуляризированный такой вариант разделения, это после Петра Первого и его разных всяких мероприятий, да, и реформ в сфере нашей жизни. Вот, то, собственно, вот до этого момента, если мы смотрим на русское искусство до 17 века, а на Западную Европу, если мы смотрим, то где-то до 14-15 веков, да, что почему вообще так, что произошло, да, и это очень любопытно тоже понаблюдать, что произошло. А произошло то, что вообще мы с вами как люди меняемся, да, и это от века в век, да, от времени ко времени. Мы в каких-то главных вопросах те же самые, а в чем-то все-таки нет. И, например, если сейчас для нас с вами очень важно, что вот у нас есть своя, ну, индивидуальность, мы как-то это отстаиваем, да, то, например, для человека средневековья это не было самоцелью, да, он был, он носил определенные свои статусные, так скажем, особенности, да, князь никогда не, нет, то есть если он хотел там что-то выяснить, он мог переодеться, ну, ненадолго, да, и так далее. То есть вот это была не индивидуальность, а вот интерес к индивидуальности начинается вот тогда в Ренессансе. И это особенности вот развития, наверное, человеческой мысли. Это не со мной разговор и, наверное, не в этой короткой передаче, вот. Но это произошло, и кроме того, почему это происходит там в большей степени, почему восточный мир какое-то время от этого огражден, мне, например, я не утверждаю, что я сейчас права, но мое мнение такое, когда я анализирую это, я понимаю, что это связано с тем, что вот иконоборчество, о котором мы в прошлой передаче немножко поговорили, в двух словах, оно здесь тоже не последнюю роль сыграло. Вот та прививка, которую получает восточный мир с иконоборчеством, она позволяет восточному миру вот это вот осмыслять икону, отношение к ней, да, и прибавление иконографических сюжетов вот в определенных канонических границах, да, то есть формируется канон, потому что говорить о каноне в VI веке бессмысленно, о каноне мы начинаем говорить после IX века, да, и там мы говорим о догматике, которая влияет, тут мы начинаем говорить о каноне, который формируется, а потом мы будем говорить о стиле, потому что стиль может меняться от времени к времени. Так вот западный мир, он без вот этого живет спокойно, у них было спокойное, ровное отношение, у них не было этих потрясений, им не надо было давать ответа, богословского ответа, выверенного, грамотного и так далее. Поэтому там просто идет свое течение, так скажем, у нас в каком-то смысле получается замедленность, но она не замедленность в смысле отставания, а замедленность в смысле углубления и освоения какого-то очень глубокого материала, богословского, да, здесь к образу отношение было иное. И оно было, если честно быть, почти сразу немножко другим. Там всегда было отношение как к Библии для неграмотных. А если мы говорим к развитию сюжета, да, сюжетного такого, к сюжетному развитию... Здесь вот я хотел бы все-таки пояснить, да, что Библия для неграмотных имеется в виду, что человек, который не может читать книгу, он наблюдает картинку, ну, будем называть это так, да, некое живописное изображение, и он все понимает. Условно говоря, не зная, как происходило то же самое успение, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, он может посмотреть на иконы и все понять. Правда, там не написано многие вещи, но это уже ладно. Да, но на самом деле, вот, понимаете, вот когда к иконе начинают говорить, что икона – это Библия для неграмотных, вот я бы поспорила, потому что она для очень грамотных. И в этом смысле восточный мир, он был более грамотный, чем западный. В западном мире было больше неграмотных людей в принципе, но это статистика, можно почитать исследования, там, исторические и прочие, не наша тема. Вот, так вот, когда там вот это вот развивается, да, то оно и в храмовом пространстве, именно в иллюстративном ключе. И поскольку нет этого отношения к образу, у нас же там споры о том, что почитательное отношение к иконе, да, какие почети мы можем ей выдавать, или поклонение, или почитание, да, это же целый вообще спор богословский, которые были. Там этого нет, там просто это вот детали интерьера, это просто то, что нужно действительно для просвещения, для того, чтобы пришел человек и узнал. Вот подает архангел прекрасной деве Лилию, и понятно, что это благовещение, да, потому что когда дева сидит и ткет, и к ней пришел архангел, ну, тут надо даже про храмовую завесу, нужно больше знаний, да, то есть вот наши иконографические схемы, они как бы сложнее изначально, так получилось. Вот хорошо, что возникло слово «схема», потому что и мне приходилось неоднократно беседовать, там, скажем, с людьми, причем не скажу, что там глупыми, например, или там недалекими. Они говорили, что ощущение такое, когда смотришь на православную икону, что она слишком схематична, что она фактически, говорят, напоминает детский рисунок, то ли дело Джотто, вот, который такой воздушный, такой утонченный, такой эстетизированный весь. Ну, вы знаете, если мы говорим о Джотто, и будем честны, то он настолько тесно связан с иконой, что здесь просто даже двух мнений быть не может. Нужно просто... Я всегда и студентам своим говорю, и всем, вот, кто в каких-то публичных лекциях выступаю, давайте повышать визуальную грамотность. Ну, надо смотреть просто больше. Ну, посмотрите Джотто в большом количестве, это я не к вам, а к зрителям, да, и вы увидите, и посмотрите следом византийскую какую-то икону этого же времени, и вы увидите много пересечений. Но что делает Джотто? Джотто действительно... Действительно, почему это уже Ренессанс, начало Ренессанса, с него, собственно, этот отчет начинается, потому что действительно привлечение больших реалий земной жизни, да, привлечение вот этого темпорального аспекта, да, временного, привлечение каких-то, да, ну, чуть позже, но у него уже это тоже появляется, перспективных вещей, да, потому что если в иконе обратная перспективная, условный термин, введенный Павлом Флоренским, у нас другого нет, мы им пользуемся, где у нас вот нечто важное будет всегда больше, даже если оно далеко чисто по расстоянию, да, а там как раз это просто вот поскольку мысль развивается так, что нужно что-то проиллюстрировать, а человек и его психика, и его вообще сознание уже готово к более сложным вещам, да, не будем мы скрывать, это так, живопись, она вот такая, с построением там вот этой всей прямой перспективы, люди как бы до этого доходят, не сразу, это просто целый процесс, и поэтому вот этот процесс, он не то, что не ограничивается, он действительно просто свободно, здесь это не ограничение, а, так скажем, условия создания, да. Обыватель сейчас может спросить, а почему тогда, ну, хорошо, можно ли мне молиться на иконы Джотта, на Сикстинскую Богородицу, там, Рафаэля, можно ли мне молиться на картины Нестерова-Воснецова, и так далее. Ну, вот, знаете, что здесь можно сказать? Во-первых, есть уместность чего бы то ни было. Если, например, эта картина Нестерова находится в Самарском художественном музее, у нас есть прекрасная там картина «Юность Сергия», да, то вряд ли кого-то придет в голову там молиться, да. А вот в зал церковного искусства, там, в икону, ну, кто-то может и перекреститься, собственно, будет абсолютно прав. Дело в чем? Вот дело в том, что мы не можем сказать, есть ли человек, то есть есть вопрос такой, конечно, западная иконография – это не наша иконография, но если кого-то рассматривание картин Джотта приведет в нужном направлении, то почему нет? Это не молитва, это рассматривание, созерцание, это познание, это богопознание в том числе, да. Наверное, я здесь не буду брать на себя роль священника, это не как бы на что молиться. У нас все равно сложилось какое-то очень такое жесткое отношение, что вот я просто даже по себе знаю, где-то я там в соцсети, например, какой-нибудь праздник я там с каким-нибудь праздником поздравляю, ну, просто вот хочется, вообще у меня отношение именно к сакральному изображению с таким большим пиететом. Я не понимаю, когда во всякого рода поздравлялках вайберовских, там, Казанская, например, икона Божьей Матери – это икона, это образ, ее там что-то расцвечивают, тут она сияет, тут у нее тут… Ну, вот мы с вами должны будем в какой-то момент поговорить об этом, поэтому мы можем туда этот разговор. И я поэтому не очень люблю размещать иконы, как таковые, но и люблю размещать, например, религиозную живопись. И сразу прилетает мне от ультраправославных и батюшек, и небатюшек, что как же так, это же католическое изображение, там, и так далее, и так далее. Вот вы знаете, здесь вопрос всегда, потому что, если, например, взять католическое изображение, вот мы говорили об Успении, мы не успели поговорить о том, что вот в католическом мире Успение ассоциируется с коронованием Божьей Матери. Если вы на Успении вдруг, батюшка, выложите икону коронования Божьей Матери, вам и от меня прилетит, потому что я скажу, ну, батюшка, ну, как же так? Потому что это нарушение догматики нашей. Вот когда наша догматика не нарушается, здесь трезвость нужна. И тогда, ну, а уж соцсети – это вообще свободное такое пространство, личная страница, где можно, я не знаю, и поместить замечательное… Да я в общем чувство вины это не искупываю, просто мне всегда интересен ход мыслей людей, которые так рассуждают. Может быть, вот мы для того, чтобы более, там, скажем, понятно, какие-то самые сущностные отличия, характеристики… Для понятности, вот что просто хочу сказать. Вот когда мы заходим в любой храм, а у нас в Самарской области, она вся была, так скажем, осваивалась в синодальный период. У нас, если где-то росписи какие-то у старых храмов, я не говорю о новых, где есть уже другие варианты, предлагается, ну, наш любимый Покровский собор. Мы заходим в храм, смотрим на стену, мы с вами что там сейчас видим? Мы там видим замечательные работы, выполненные в академической манере. И таких много, да, мы много можем посмотреть вариантов. Академическая манера, да, это когда написано так вот очень натурально, очень живо, то есть как на картине. Это действительно религиозная картина, мы даже какие-то картины с вами узнаем. Если мы знаем там живопись Семирадского, то мы узнаем с вами в этой самарянке Семирадского. И прекрасно, это покажет нашу эрудицию. Но скажите, вам сложно молиться? Нет, не сложно, потому что это вас настраивает. Вот если говорить о... Это как раз западный ход мысли, когда это Библия для неграмотных и поддержание атмосферы. Если религиозная картина вот в храмовом пространстве. Но на аналоях все-таки лежат другие иконы, да, то есть это уже какой-то другой, так скажем, ход. Хотя есть и иконы синодального периода, замечательные Боровиковского, Божьей Матери, да, и там есть... То же в том, что в нашем Покровском соборе есть... То есть то ли самим Боровиковским написано, то ли очень хорошая копия. Вот, ну и тем не менее молиться можно, да, почему нельзя? Вопрос где, да, вопрос, как церковь отобрала это или не отобрала. Вот здесь момент того, той трезвости, которая была раньше, да, и того, и той нетрезвости в каких-то вопросах, которые сейчас есть, и рвение какое-то излишнее, да, и перекосы в разные стороны. А здесь вот по поводу молиться-не молиться, ну, как-то с вами уже говорили, я вам вспоминала, сейчас хочу со зрителями поделиться историей о том, как Лоснецов, который очень большим был любителем несобирания древней иконы, у него была очень хорошая коллекция, к нему пришла целая группа там светских дам, и одна дама, значит, взумелась, ну, как же так, вы вот такие удивительные вещи пишите сам, и вот вы вот это вот считаете вообще ценностью, это вообще искусство, на ваш взгляд. И он сказал, вот на эту икону, к этой иконе я свечку поставлю и молиться буду, а про свою еще подумаю, да, то есть отношение самого Лоснецова к тому, что он делал, да, то есть вот эта древняя икона и носитель той традиции, но для него важнее, чем, может быть, то, что он там замечательный, опять же, росписи в Киеве. Мы же не скажем, что это не православный храм, где очень много Воснецовских... А за счет чего создается-то вот такой эффект? Вот даже вот сам Воснецов, который собирает одни иконы и пишет совершенно другие, вот что он, условно говоря, переосмысляет в каноне такого или переделывает? Ну, я сейчас не беру, скажем, того же Рафаэля, Леонардо, которые, например, брали просто своих женщин, знакомых и для написания образа Богородицы. Здесь как бы, может быть, оно и более понятно, да, что, ну, как бы, когда ты особенно историю создания знаешь, ты понимаешь, что это за женщина, ну, как-то вот... Ну, у нас вот в этот период, конец 19-20 века, и у наших художников, которые работали и для церкви, в частности, есть тоже такие примеры, где они брали реальных женщин. Да, и про того же Врубеля, который написал Божью Матерь, ему говорили, что мы, почему мы должны молиться на Машку Прахову. Да, то есть узнавали, да, и это, конечно, вот это вопрос, но это, в принципе, время такое было, и вот эта ситуация такая. А почему вообще Воснецов такое отношение имеет? Да не только Воснецов, вообще в целом, да. Да, они же про них говорили, сам Нестеров говорил, мы пытались с Воснецовым восстановить утраченную византийскую традицию. Здесь просто вот ход истории таков, что просто в забвении находится эта подлинная традиция. Она сохраняется в консервированном виде, иногда приобретая даже тоже, честно признаться, и уродливые формы в старобрячестве, да, есть. Но именно благодаря старобряцам эта традиция сохраняется, и потом позволяет... Первые вообще реставраторы русской иконописи, они из среды старобряцев, и это не секрет для специалистов, да. И какие-то вещи возобновляются. Ну, это утрата традиции, это разрыв с традицией, поэтому они руководствуют, пользуются тем, что они имеют. И пытались эту традицию воссоздать. И пытались вот эту преемственность, как умели, как могли. И кроме того, они действительно были в большом поле культуры. Мне всегда очень грустно, когда мы зацикливаемся только вот на своем. И это не значит, что нужно все включить. Нет, абсолютно нет. Молиция, молитвенное пространство и церковное пространство, оно должно быть очень и очень четко выверенным, да, потому что мы несем ответственность, ну вот священство несет ответственность за то, что паства в итоге получает, да. И я со своей маленькой стороны, ну там вот преподавая своим студентам, тоже пытаюсь это как-то донести. И многие другие специалисты. Вот, но никто не отменяет мировую культуру. Рафаэль прекрасен, да. И Караваджи прекрасен. И Эль Греку. И Эль Грека, да. И все это, оно может быть. И тот же там Ге, который его, вообще вот эта вот религиозная живопись, русская религиозная живопись второй половины 19 века, она в принципе позволяет богословию религиозной мысли развиваться. Икона в этом смысле выхолощенная, уходит на второй план, она в этот момент не, ну как бы, она несет вспомогательную функцию. А все, что в этот момент происходит, да, они все думают, они о мысли, об образе Христа, об образе Божьей Матери, вообще обо всем. Вот это происходит вот там. Поэтому я, например, с большим уважением отношусь к религиозной, русско-религиозной живописи, там тот же Ге, тот же Крамской, Христос в пустыне. Но он даже на многих храмовых наших пространствах воспроизводится эта картина. Опять же, тот, кто понимает источник, он это тоже сразу считывает. И это неплохо, потому что это действительно, ну, определенное настроение вносит. И опять же, это сопровождение. Вот так же, как храмовая роспись, всегда ли храмовая роспись икона? Ну, в принципе, да. Если в храмовом пространстве, то да. Но икона в собственном смысле, вот та, которая для молитвы, а не просто для создания этой атмосферы, она у нас никому не придет в голову на Крамского помолиться. Хотя, например, ну, вспомните, я не знаю, ну, я чуть-чуть постарше вас, я помню журнал «Огонек», где вот эти замевели там работница. Я тоже и помню. Ну, может, это младшие зрители не помнят, где вот эти вот вкладки. Ведь это же позволяло людям, в принципе, вот этот какой-то живой глоток этот иметь. Еще был журнал «Смена», в которой тоже, я помню, через журнал «Смена», ну, это так небольшое отступление, я впервые познакомился с Александром Менем, они брали и по голове печатали «Сына человеческого». Вот, и там тоже были картинки. Я помню, вот, собственно, с того самого периода у меня было вот это вот увлечение, я покупал обычные альбомы для рисования, вырезал из журнала «Смена», там, вклеивал, потому что никаких интернетов, ничего не было. Это была единственная возможность как-то вот в одну подборку это все... Как-то систематизировать для себя. Да, систематизировать и делать, да. Ну, вот, а так многие, да, люди, они просто в рамочку, да, и для этого человека это икона. Вот это тоже вот вообще очень тонкий вопрос. Вот мы можем прийти сейчас... То, что меня соединяет с горним миром, получается, да? Да, да, то, что вот эту связь осуществляет. Вот мы можем прийти к какой-нибудь бабушке, которая там пережила годы гонений, ну, таких уже мало осталось, и увидеть у нее в красном уголке вот что-то подобное, и сказать вот со своей такой, поправив очки на носу, сказать... Ну, что же вы, милочка. Зачем же вы так? А мы просто будем неправы, потому что ее вот это... Вопрос уместности, да, вот когда, что было в тот момент, какая ситуация была. И мне вот здесь, конечно, очень, как человек, который, ну, и сохранением еще занимается вот этих вещей, да, важно вот эту связь тоже видеть, потому что люди в таких чудовищных условиях находили эту связь с первообразом, да? А иконы – это то, что действительно соединяет меня с горним миром, то, что осуществляет эту связь. Да, Елена Владимировна, вот хотелось бы все-таки, мы же в том числе и несем доброе, вечное, светлое, просвещаем и так далее. Стараемся. Я думаю, что телезритель захочет понять, а какие же все-таки фундаментальные отличия. Вот технически, вот стою, смотрю на Владимирскую икону Божьей Матери и стою, смотрю, ну, например, на ту же Сикстинскую Мадонну. Что принципиально разного работает в самой иконе технически, что я даже не разбираюсь в каких-то, может быть, тонкостях, даже не зная автора одного и второго произведения, могу сказать, что это нечто разное. Вот сюда мне хочется потянуться, перекреститься и помолиться. Сюда, ну, может быть, тоже, но с какими-то оговорками. Ну, да, мы вот когда начали с вами говорить, вот есть, помимо внесения временного этого аспекта, есть еще и внесение чувственного в икону. И вот, если говорить о Сикстинской Мадонне, она всем хорошо представляем, кроме того, мы ее покажем, конечно. Она очень чувственно написана, она очень живо написана. Мы очень, как бы, можем просто пережить вот эти складочки на ногах Христа, да, то есть вот такое умилительное совершенно чувство испытать, оно неплохое. Но это как раз вот то, что нас оставляет в чувственном состоянии, да. А к горнему миру мы по-другому восходим. Поэтому вот это человек интуитивно чувствует, не зная никаких особенностей, не зная никаких-то вообще тонкостей. Но самое интересное, что почему православная икона этого пути держится? Она же тоже, такие попытки чувственности, они были в православии, но до 7 века. А в 7 веке у нас был 5-6 Трульский собор в 690-м и 92-м годах, да, когда, значит, было принято одно из важных правил этого собора, соборное определение. А мы знаем, что вот церковь и мир руководствуются, это соборное определение не отменено. У нас есть сотое правило. Кому интересно, может обратиться к гуглею, да, и к гугле подскажет, что это за правило. А там сказано, что чувственное изображение недопустимо, именно потому что они куда-то в другую сторону человеческую мысль вводят. Они способствуют кипению крови. Да, вот, и поэтому вот именно это мы всегда можем увидеть. Причем, вы знаете, самое интересное, что ведь есть совершенно чудные люди, и мною любимые совершенно, которые говорят, а вот мне все равно вот такое изображение ближе и понятней. Ну, если его это тоже как-то соединяет, ну, наверное. Хотя если быть таким педантичным, да, сыном церкви и дочерью, да, то вот у нас есть такое правило. У нас есть несколько правил, таких несложных совершенно, да, отношения к кресту, вот о ветхомагнице, который уже, да, в аллегорических изображениях. И вот это изображение, это правило сотое, которое как раз вот говорит, да. Ну, и плюс, мне кажется, все-таки вот тот термин, который в прошлой нашей встрече всплывал, возникал, и он, в принципе, неукоснительно будет возникать, когда мы будем говорить об иконе, вот эта тема обратной перспективы, которой, наверное, соподчинено абсолютно все, и содержание в том числе иконы, когда есть попытка показать не этот мир, сходящий к тебе, а тебя заставляет он туда тянуться и восходить. И когда, я не помню, у кого я это читал, но мне это очень понравилось определение, и оно меня заставило несколько иначе в свое время смотреть на икону, что главным, на самом деле, персонажем иконы является не человек, который там изображен, а является тот божественный свет, который сквозь этого человека сияет. Но тут неважно, это будет Христос, Бога-человек, будет ли это Богоматерь, святые, мы видим сияние божественного света, который нас, вот, собственно говоря, к себе туда тянет. Ну, неплохо, когда и оно к нам сходит, да, но в этот момент нет вот этого самого, может быть, вот этого движения вперед, вот этого поднятия. Вот. Елена Владимировна, к сожалению, и на сегодня у нас подходит эфир к концу. Есть ощущение недосказанности, есть ощущение того, что мы далеко не все смогли сказать, но я думаю, что, по крайней мере, мы способны были сориентировать людей, даже не сориентировать, а вызвать некий вопрос и некий интерес, и, может быть, вызвать из небытия в бытие живую мысль, ищущую и трепещущую. На сегодня я нас, вас, вас, нас благодарю за беседу. Для наших телезрителей проанонсируем сразу, что в следующий понедельник мы вновь встретимся и постараемся поговорить об ужасах современной иконографии. Какой спойлер хороший. Это очень, я думаю, что... Сразу все включат. Сразу все включат. Мы будем говорить о православном хорроре, в том, во что вырождается иконопись, когда она без должного содержательного почитания происходит. Но это не иконопись вырождается, а... Ну, вырождаются иконописцы, которые вдруг это пишут. Иконописные формы, да, берутся иконописные формы. Ну, поговорим, будем встречаться. И как они это читают. Спасибо большое. Спасибо вам. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Будет интересно. Храни всех вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа создана при финансовой поддержке